Добрый день, дорогие мои зрители и подписчики канала Галина Коломейко Кройко и Шитье. Сегодня мы продолжаем тему, которую затронула наша подписчица Просто Мария. Напоминаю вам коротко содержание предыдущей части. Это фигурка очень нижнего типа, когда разница между грудью и бедрами, полуоплатом груди и полуоплатом бедрами, целых 19 сантиметров вместо стандартных 4. Итак, мы поговорили о характеристике фигуры, мы подготовили техническое задание и мы сегодня переходим ко второму этапу в создании любой одежды. Это к построению базовой основы. Прибавки нами определены. В левом нижнем углу мы строим прямой уголочек с вершиной точки N. Какой бы мне взять карандаш, который был бы поярче. Работать, мои хорошие, приходится буквально в спартанских условиях. Вы уж меня простите за то, что что-то получается немножко не так. То камера барахлит, то соседи стучат, ремонты делают. Ну вот, жизнь есть жизнь. Нет у меня какого-то официального места, студии специальной. Все это на общественных началах, как говорится. Ну вот, как есть. Если кто-то зашумит, извините, будем продолжать дальше. Итак, от точки N мы построили прямой уголочек. Мы строим, выбираем ширину сетки. Нижний тип смотрим на 68 на бедра. Прибавка 2. Значит, мне нужно взять 70 сантиметров. Нашли 70, наверху отложили еще раз 70 и начертили линию спинки, середины спинки. Первый раз строю по таким мерочкам. Что меня ждет, абсолютно не знаю. Поэтому, что будет, то и будет. Давайте вот еще что посмотрим. Значит, как я вам говорила, не надо делать 52 сантиметра здесь. Ну, возьмем хотя бы 60. Вот сейчас для построения, да? Я возьму 60. А вы, мои хорошие, подумайте над тем, что вам все-таки для себя выбрать, для того, чтобы создавался всего вытянутого прямоугольника. Так. Получилась линия талии, точка T. От точки... 60 сюда тоже надо отложить. От точки T вниз мы должны отложить линию бедер. Линия бедер у таких фигурок, она тоже, мои хорошие, измеряется. Вот если бы я сама снимала мерочки, просто Мария не очень внимательно смотрела наши уроки, да? То я бы вот в этом месте написала еще одну мерочку дополнительную, которая называется высота до линии бедер. Так ее можно расхарактеризовать. Потому что иногда самая широкая часть у нас находится на расстоянии 28 сантиметров от линии талии вниз. Но 28 сантиметров мы тоже брать не будем, потому что это будет очень утрированно. Мы явно все это покажем. Возьмем, конечно, меньше. 25. А так как мы сейчас не знаем, что у нас происходит с этой конкретной фигуркой, я еще побольше, полегче себе сделаю задание. Возьму, скажем, 22 сантиметра. Вот так я придумала 22 сантиметра от талии вниз, чтобы получить свою линию бедер. Так как мне не хватает ваших данных. Вы будьте корректны. Об этом я говорила и в бесплатном YouTube-канале своем, и в своей видеошколе, на которой все записи видеоуроков вы легко можете купить. Так, это у нас B. А это у нас B2. Они стоят по-прежнему 250 рублей. Это очень мало. За одно 2,5-часовое занятие. Поэтому приходите. Вот там это все разобрано очень подробно, а главное по порядку. Не так, как уже получается у нас на YouTube. Ну, а мы идем дальше. Итак, карандашик ставим в точку Т. Теперь смотрим на мерочку ДТП. ДТП 44 и сразу 30 выхватываем. 44. Так, 8 сантиметров глубину горловинки сделаем. И 30 сантиметров делаем. Опускаем. Это высота груди. Поэтому сразу рисуем линию груди. Сразу откладываем 7 сантиметров. Это ширина горловинки. Она у нас константа. И у нас получается вот такая горловинка. Так, дальше. Это у нас буква, ну пусть она у нас будет Г0. От Г0 вправо мы откладываем расстояние между центрами груди 9 сантиметров. Точка С. Центр груди. Соединяем точку С и точку А, левая сторона на грудной выточке. Эта точка была А0. Это у нас буква В. Из точки А вправо мы должны отложить дугу радиусом равным раствору на грудной выточке. Так как баланс фигурки 4 сантиметра и фигурка у нас перегибистая, вы помните, мы говорили об этом, что раствор на грудной выточке, возможно, придется увеличить. Поэтому я пока считаю, как есть, а потом видно будет. Мы построим спинку, сравним точки и пойдем дальше. 20 отнять 16 с половинкой будет 3 с половинкой. Умножить на 2 будет 7. И прибавить 2 получится 9. Конечно, 9 сантиметров для такого баланса 4 сантиметра будет маловато. Но я все равно пойду по тому шаблону, который мы обычно с вами выполняем. Измеряем левую сторону выточки и откладываем вот здесь. Пока не буду оформлять вот эту свою выточку. Ну или ладно, хорошо, чтобы вам было понятно. Очень тоненько ее нарисую, потому что, возможно, буду ее менять. Дальше у нас идет плечо. Сколько у нас плечо? Вот 12 сантиметров. Значит, мы 12 сантиметров отложили. Дуга первая 12. А высота плеча касая 27. 27. Вторая дуга 27. Из точки С в этом направлении 27. Вот куда мы упали и где у нас появилась точка П1. Точка П1 напишем. Построим спинку. Для этого от точки Т2 вверх мы откладываем 40. Вниз откладываем 2,5. Это точка С0. Это точка С1. Ширина горловины спинки 49 размер 7,5. Возьмем уже не 7, потому что, возможно, появление 7-го шейного позвонка. Буква С. И мы уходим на горловину спинки. Дальше у нас идет плечо. Плечо 12 сантиметров плюс выточка. Выточка уменьшается. Я могу 1,5 сантиметра заложить на выточку. Получится 13,5. И хотя бы 0,5 на посадку. Получится 14. Значит, мы из точки С проведем дугу радиусом 14 сантиметров. Потому что, когда у нас фигурка перегибистая, вы знаете, что вот эта выточка, она уменьшается. 14 сантиметров радиус. Дальше. Высота плеча, касаясь по спинке, 41. Значит, вот в этом направлении нужно отложить из точки Т2 41 сантиметр. Куда мы попали? Мы попали вот сюда. Ого! И вот это у нас получилась точка П2. Измеряем расстояние от точки П2 до линии груди, например, 21. А П1 20 с половинкой. Значит, П2 у нас на 0,5 выше, чем П1. Мне это маловато. Я люблю хотя бы полтора сантиметра. В идеале 2 сантиметра. Значит, как я вам и говорила, мы будем менять раствор вот этой выточки для того, чтобы опустить вот эту точку. С точкой П2 обычно мы не делаем ничего. Ну, единственное, что еще может быть, можно было бы здесь учесть, то, что мы с вами заложили средний шов по спинке. И поэтому, если он у нас здесь будет, значит, мы должны отодвинуться от точки П2 и хотя бы полтора сантиметра забрать вот здесь. Давайте это и сделаем. И посмотрим, что теперь у нас получится с этими точками. Отодвинулись на полтора сантиметра. Пришли куда? Вот этой прямой линии. К уровню лопаточек. Я не знаю, сколько это сантиметров. Вот здесь примерно живут лопатки. Значит, я сюда и пришла. А вниз, куда мы приходим всегда? Конечно, к линии бедер. Оформление среднего шва спинки никогда не бывает выпукло-вогнутым. Оно всегда прямое. Состоит вот из таких вот прямых линий. Здесь вниз обычно к уровню бедер, а наверх обычно к уровню лопаток. А теперь внимание! Вот от этой точки я могу отложить мерочку 41 сантиметр. Пробуем. И вот посмотрите, чуть-чуть я поднялась повыше. Буквально на какую-то капельку, но я уже стала повыше. Потому что вот это расстояние будет, конечно, другое. Так, еще раз проверяем. Здесь у меня сейчас 21 с половинкой. Вот я вижу, да? А здесь сколько еще раз? А здесь 20 с половинкой. На один сантиметр разница. Но мне все равно мало, я хочу полтора. Поэтому я вместо 9 сантиметров сейчас отложу 10 сантиметров. Вот так, да? Перестрою свою, значит, 10 сантиметров. Так, вот у меня эта точка. Появилась точка А1 вот здесь у меня будет. Соединяем ее с буквой С. Видите, я увеличила раствор выточки. Ярко теперь рисую, да? От него 12 сантиметров у меня пойдет плечико. 12 сантиметров дуга радиусом. Так, вот куда я ушла. Видите, как интересно? Я ушла, и вот у меня появилась новенькая точка А1. Уберем старенькую точку, чтобы вот эти дуги нам не мешали работать дальше. Видите, вот так мы подкорректировали. И мы сократили расстояние между точками P1 и P2. Вернее, не сократили, а мы его увеличили до наших любимых полтора-два сантиметра. Вот сейчас, если вот так положить и сравнить вот эти вот точечки, на каком уровне, видно, что P2 выше, чем точка P1 примерно на полтора-два сантиметра. Что и требовалось доказать. Вот сейчас мне все нравится, и поэтому я ярко оформляю плечевой срез полочки. И точно так же оформляю плечевой срез спинки. Так как у меня здесь выточка очень маленькая, ну, мы ее нарисуем, конечно, полтора сантиметра. Давайте мы ее все-таки нарисуем. Так. Полтора сантиметра отложим. Но я бы постаралась от нее, конечно, избавиться. Безымянная точка 2 сантиметра в последующих наших действиях. Так. Я бы от нее, конечно, избавилась. Потому что маленькая полтора сантиметра выточка, ну, что ее шить? Ее лучше куда-то в посадку перевести, чуть-чуть в горловинку. Размоделировать ее надо. Вот так мы построили с вами верхний плечевой пояс. То есть мы оформили горловинку. Так. Сейчас поярче нарисуем. Переходим к оформлению проймы. Для этого из точки Г0 вправо мы откладываем мерку ШГ2 20 сантиметров. Так. И вертикальная линия идет у нас вверх. Ограничение проймы спереди. На спинке мы откладываем 17 с половинкой. 17 с половинкой. Я откладываю уже от нарисованной вот этой линии. Видите? И ограничение проймы на спинке у нас получается вот такое. Так. Что дальше у нас происходит? А дальше нам надо измерить получившуюся ширину проймы. И за счет того, что верх у нас узенький, а низ у нас широкий, наоборот, у нас ширина проймы оказалась безумно широкая. 32 сантиметра. Я делю ее пополам. Получится 16. И из этой точки я провожу предполагаемое место для бокового шва. 36, 32, да? Ой, так, минуточку еще раз. 36, 7. 36 и чуть-чуть. Конечно, пройму здесь нарисовать никак невозможно. Вот так вот. Видите, что у нас вышло? Вот посмотрите, что происходит, мои хорошие, дальше. Сейчас мне очень нужно знать ответ на вопрос нашей слушательницы просто Марии. Что у нее выступает? По моим ощущениям, у нее еще есть выступ ягодиц вот здесь. Потому что такая разница большая внизу относительно груди, она не может быть редко обеспечивается одними только широкими бедрами. Чаще всего к этим широким бедрам добавляется и выступ ягодичек сзади. Смею предположить, что у нашей фигурки есть еще и выступ ягодиц. Потому что это чаще всего происходит вот у этих фигур. Потому что только за счет ширины бедер разницы в 19 сантиметров быть явно не может. А если это у нас есть, значит, прежде чем переходить к построению нашей проймы, мы вот сюда должны добавить полурельефы, которые будут позволять забирать лишнюю ткань в области лопаточек, чтобы обеспечить достаточную свободу вот в этой вот области. На этом разрешите сегодня с вами расстаться. Продолжение будет следовать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всегда Ваша Галина Коломейко.